Все беговое сообщество Владивостока последние полгода готовится к одному важному и массовому событию. Первый международный марафон в Приморской столице уже привлек внимание и профессиональных бегунов, и обычных жителей как России, так и ближнего зарубежья. 24 сентября самый масштабный забег в истории Дальнего Востока испытает на различных дистанциях около 3000 человек. Для новичков это небольшие дистанции 5 километров и даже полумарафон. Есть возможность участия корпоративной, там для поддержания командного духа в формате экидэн спортивная эстафета преодолевая дистанции. Ну и конечно для профессионалов это легендарный 42,2 километра, причем там более чем достойный призовой фонд в 1 миллион рублей. Но дело в том, что предстоящий марафон обещает быть чем-то большим, чем просто спортивным мероприятием. Огромное количество участников смогут своим забегом сделать доброе дело. Благотворительные акции в честь марафона уже появились на сайте сделай.орг. Это платформа, работающая по типу стандартных краудфандинг-систем. Правда тут необычный подход. Вместо череды самих нуждающихся на сайте можно увидеть поступки ради этих людей. Мы предлагаем вам создать поступок, рассказать своим друзьям, знакомым, товарищам, коллегам по работе о том, что вы делаете, если вы бежите марафон или гонку героев, и назначить какую-то цель, собрать какие-то средства и помочь местному фонду. Любой желающий создает так называемый поступок, например, бегу в поддержку больных раком, сдам нормы ГТО ради пострадавших при землетрясении и так далее. Международный марафон во Владивостоке уже представлен на сайте в разных так называемых поступках. А вот акция и самой Екатерины. Активистка хочет своим забегом обратить внимание на малознакомые обычным людям проблемы маленькой девочки Вики. Ей 9 лет, у нее муковисцидоз, и при всем при этом нет родителей. Я познакомилась с очаровательным ребенком, с Викой Депира. Она является подопечной благотворительного фонда «Сохрани жизнь». Мы с ней познакомились, и я решила, что мне очень нужно пробежать ради этой девочки. Играю с девочками, играю, смотрю мультики, убираемся, цветочки поливаем, садим их. И бегаете? Да. На гонялки. А еще одна опытная бегунья и активистка Виктория, например, пробежит в поддержку Марии Федотовой, чья история жизни тоже не оставляет равнодушных вот уже последние несколько лет. Все началось с того, что Марии требовалась операция на мозге. Мы собрали всем миром на эту операцию, по-моему, 40 тысяч евро, я уже не помню, это было в 2013 году. То есть уже вот довольно-таки долго. Ну и, к сожалению, после операции что-то пошло не так, все-таки вмешательство в мозг, это очень серьезно. И девочка впала в кому, но из комы она вышла, слава богу, но потеряла все навыки. Не говорить, не ходить, не кушать, то есть абсолютно. Теперь бегуны попробуют помочь своим целям не только словом, но и делом. Как отмечают активисты, в дальнейшем подобные забеги могут стать инструментом, который позволит людям привлекать внимание широких масс с помощью обычного спорта. Максим Яковлев, Андрей Макаров, Новости спорта на Восьмом.